Тихо. Ты на съемочной площадке, барсук. Барсук. Ты че, блин, лаешь мне? Тихо, тихо. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот вам за одной привет от Алисы. Алиса, скажи привет. Привет скажи. О-о-о. Алиса у нас осталась одна. При скорбием сообщаю, что 20 декабря в день своего рождения, не в моего, а своего рождения Дуся, покинула нас. Царствие небесное, отличная собака, 16 лет день в день. Чудесный пес. Инсульт у нее случился, и посему мы там очень долго грустили и до сих пор грустим. Алиса скучает, но вам все равно передает привет. Жизнь продолжается, рецепты продолжаются. У всех случается. Ну, а что делать? Давай, Алиса, беги. Сделаем что-нибудь вкусное и обязательно тебя угостим. Значит, что сегодня будет? Ой, что сегодня будет? Вы писали. Я не ожидал, что вы начнете писать про то, что как же сделать лапшу в ролике про приправу к лапше. Давайте сегодня сделаем домашнюю лапшу яичную, которую можно превратить в лапшу для... Ну, в лапшу быстрого питания, если иметь специальную машинку или специальный аппарат, потому что, чтобы она получилась такой мелкой, ее грузят, под давлением ее выдавливают через отверстие, и именно поэтому она становится такая вот, как волосюшки такие волнистые. Сегодня немножко все попроще, но зато с изюминкой, и, соответственно, я вам расскажу, как добиться того, чтобы лапша была вкуснее, чем у итальянцев, и почему в русской традиции именно так делают лапшу. Безусловно, значит, мне понадобится тазик, сюда я отправляю 4 яйца, яйца у меня крупные, и общая масса, там, по 60 с чем-то граммов даже яйцо одно, общая масса 265 граммов с 4 яиц, понимаете, что это крупные. Значит, сюда я сейчас даю некие основные весовые данные для того, чтобы вам было на что опираться. Можно, конечно, все это сделать совершенно на глаз, потому что тесто это такая штука, когда вы добавляете муку, ощущаете, типа, вот, достаточно, пора остановиться. Но давайте, все-таки молоко, на котором я буду делать топленое, я вообще любитель топленого молока, потому что я кайфую от гурьевской каши, которую, кстати, вот почему-то вы плохо посмотрели, но гурьевская каша, например, в Добрянке, в Новосибирске, продается просто тоннами. Человек, когда не пробовал ни разу гурьевскую кашу, такой, типа, ну, и что, и каша, и каша, а вот когда попробует первый раз, тогда получается огонь. Смотрите, на 260 я добавляю примерно где-то 180 молока, достаточно. Теперь обязательно сюда нужно добавить соль, настоящая каменная, щепотку добрую, прям не жалейте. Лапша должна быть вкусная, обязательно сюда добавьте чуточку сахара, сами понимаете. Соль и сахар делают лапшу на порядок вкуснее, чем, чем если бы это было без соли и сахара. Теперь начинаем, нет, нет, не начинаем еще, мы сначала должны взбить, объединить всю эту массу. Теперь добавляем муку и начинаем вымешивать тесто. Венчиком можно мешать до тех пор, пока тесто еще жидкое, потом, конечно, придется все это делать руками. Муки примерно килограмм на этот объем, плюс-минус, там еще на подпыл у нас идет. Самое главное правило, которое должен знать каждый, кто сталкивается с тестом. Любое тесто, это когда мы сухие вещества добавляем в жидкие. Все. Наоборот, не бывает. Наоборот, будут комки, что угодно, но не тесто. Предлагаю лапшу делать всегда со своей второй половинкой. Очень демократичная, да, как-то высказался. Хотел сказать, несмотря на пол. Но я больше про то, что я веду все к чему. Когда есть супруга, или если, например, вы девушка-супруг, то тогда можно извозюкаться в муке. Это очень романтично. Приготовить лапшу всю. Знаете, как прям... О! Рекомендую. Когда тесто хорошо вымесили, заворачиваем его в пленочку, в тазик, и оставляем на час-полтора, лучше на два, чтобы клейковина разбухла. Я оставляю всегда в холодильник, не отношу, потому что в холодильнике оно дубит, и потом приходится его держать при комнатной, чтобы оно отошло, чтобы можно было раскатывать. Ну, в общем, не имеет смысла все это отправлять в холодильник. Оставьте где-нибудь на столе. Ну, я вот отнесу его куда-нибудь. В общем, было светло, стало темно. Это значит, что тесто хорошенько расстоялось. Давай, отлипай, отлипай, дорогуша. Ой! Нос чешется, значит, к добру, к деньгам, к лапше, к вкусняшкам на столе, к чему угодно. Тесто мягкое такое, мягкое прям. Значит, тесто у меня здесь примерно на роту солдат. Надо будет попробовать потом из этого теста пельмешки замутить. Давайте будем все делать поэтапно. Мне кажется, что на первых порах главное не жадничать. Такое нежное и мягкое стало. Класс! Так, чтобы оно не сохло, заворачиваем полиэтилен. Теперь мою любимую скалку. На одном из мероприятий вот за такую скалку, вернее, за такую я бутылкой раскатывал. Как на меня наругались, говорят, ты что бутылки раскатываешь, мы же могли купить скалку. Я говорю, дома, вот, ну, не у всех есть скалки. Ну, что нам не взять-то обычную какую-нибудь штуку под рукой и все, и сделать, раскатать тесто. Какая проблема-то? Нет, видите, не все так лояльны. А я все равно говорю, что тратить лишние деньги. Нет у вас скалки, но бутылки-то все время есть. Я не про алкоголь сейчас, я про разные бутылки. Про лимонады и так далее. Что есть под рукой, все сделали, раскатали. Опять же, полиэтилен. Вот у нас интернет-магазин со скалками, не надо там ничего покупать. Просто зайдите, поглядите, ссылка в описании. Опа, все, теперь раскатываем. В идеале, хорошо бы иметь тестораскаточную машинку. Тогда тесто потоньше получается. Но в деревнях, у кого когда, какие были тестораскаточные машинки, не было ни у кого. Такое дело, если тесто сделаете жидковатым, для того, чтобы оно раскатывалось очень тонко, тогда лапша будет у вас разваливаться, недостаточно клейковины. А если тесто плотное, то нужно постараться физически, чтобы его раскатать. Поэтому, ох, у бабушек были силы. Я хочу вам сказать, как швабру возьмет, как вдоль спины пройдется. Эх, сосед у меня, Димка в Приморске, верещал. Меня по воле и случая швабры не гоняли. Но однажды, помню, в детстве, маман меня, шланг такой был от мотороллера к бензобаку, такой толстый. Дырочка в нем маленькая, сам шланчик небольшого диаметра, но дырка маленькая, он сам, стенка толстая, такой плотный. Ох, оказывается, если тебе, типа, лет восемь, этим шлангом по ягодичкам там полоски такие остаются багровые потом надолго. Ой, ключи однажды потерял в стоге сена. Не в стоге сена, там капна, но для меня в то время стог был. Пройдемся. Не буду я в бумагу катать. А так достаточно. Опа. Давайте остановимся на этом. Толщина неправильное слово, да? Тонщина. Тонщина приличная. Но светится оно нормально. Так я и не научился. Аркадий меня все учил, учил. Тесто. Даже тренажерчик у меня есть. Но так я и не научился. Профессионально, так сказать, пудрить мозги людям. Шучу. Шучу. Нет, конечно, это искусство целое. Пицца акробатики. Ну, потому что тут как ни крути, все равно. Лапшу на уши вешать, вот как бы каждый поур умеет. Только нужно ее вначале сделать, чтобы потом повесить. Нужно вот что сделать. Нужно взять муку и абсорбировать, чтобы у нас ничего не слипалось. Берем к себе длинным концом. Не длинным концом, а длинной стороной. И начинаем катать. Ну, вернее, скатывать в трубочку. Все аккуратно вот так вот. Раз, раз. Сворачиваем. В общем, аккуратно в трубочку. Опа. Куда съезжаем? Я понимаю, что мука не дает цепляться. Но все-таки надо стараться. Вот она получается, вот такая трубешечка. Опа. Вот такая улечка. Теперь все очень просто. Кирдык, конечно, столу. Но у меня столы киевские. Обычно его, в принципе, не жалко. Не жалко стола. Рассказчиков, подсказчиков масса. Тут Дуся, говорю, Алиса с мамой сидит там за кадром. Все, теперь нужно аккуратно ее размотать. Где слиплость, там разматываем. Разматываем, разматываем. Она, конечно, получается неровная. Но тут от мастерства, так сказать, зависит нарезчика. Смотришь, китайцев они там из рисового теста фигачат лапшу просто такую идеально ровно. Значит, мучки, мучки, мучки добавляем. Еще раз сверху посыпаем. Макароны сырые. Их нужно обильно в муке. И стараться делать все быстро, чтобы они у нас не подсыхали и не трескались. Потому что вот это большое количество муки заставляет их трескаться. Можно добавлять масло в тесто, еще что угодно. Но нужно все равно делать все довольно быстро. Давай разматывайся, наматывайся, выматывайся. Сразу на пергамент. Потому что моя мама как говорила. Чтобы лапша не разваривалась, нужно ее в духовке или на сковородке подсушивать до колера. Ну, то есть, когда она начнет зарумяниваться местами. Все, ну, тут маленькие ярлычки такие. Режем дальше и все выкладываем на противень. В общем, распределить, разложить. Все мукой обсыпать и в духовочку. Значит, здесь ситуация такая. Как сориентироваться по времени? Во-первых, она должна быть не сильно плотно навалена. Должны быть промежуточки. Промежуточки эти должны быть такого характера, как бы, чтобы это все потом у нас не получилась одна однородная каша. Во-вторых, видите, нужно, они тут подслипаются немножко. Они все время у вас, всегда будет все слипаться. Нужно к этому быть очень внимательным и помогать лапше стать вашим партнером по столу. Верхний нагрев. И мне нужно, чтобы лапша прихватилась коричневеньким, да, коричневым колером. Сушить ее там не надо. Она и так сама высохнет. Я воткнул верхний нагрев. Температура там, что у нас, что у нас там разбежалась? Ну, где-то 160 градусов. Сейчас лучи ударят, схватят ее немножко. И потом, знаете, вот как орехи. Их же не нужно сушить полностью на сковороде до самого конца. Вы их сожжете. Так и с мукой. До конца сушить не надо. Нужно их колер дать, вытащить. И на остаточном тепле самой лапши и продвиня она досохнет. Она быстро сохнет. Все остальное, всю муку нужно скребочком собрать. Аккуратно просеять и вернуть в пакетик. То есть поглядываем, поглядываем, поглядываем. Во-первых, по запаху уже ощущается. Вот смотрите. Лапша. Как бы ее трогать час не надо. Но она стала румяной. Вот я стираю муку. Вот мы ее аккуратненько разбираем. Она сейчас подсохнет. Ее поломаю. Мне она не нужна там как бы особо каких-то длинных таких размеров. Мне нужна просто вот такая вот лапша. Видите, как только она подрумянилась, она сама уже рассыпается. И мама у меня почему-то ее готовила всегда короткую. Большой блин не раскатывала. И более грубую. Знаете, такую толстенькую. Я тоже так планировал. Но вот как-то на автомате почему-то раскаталась у меня потоньше. Вот эта вот лапша, когда вы ее будете варить, она в сто раз вкуснее, чем просто лапша, которая была высушена без духовки, без сковородки. Поверьте мне на слово. Вот кто жил в деревне или у кого родители готовили такую лапшу и обжаривали, те знают этот вкус с детства. Это реально вкус моего детства. Я надеюсь, что вы тоже попробуете, сделаете, вам понравится, потом будете говорить, да, это тоже вкус моего детства. Ваши дети будут так говорить, во. Потом это нужно переложить в пакеты или в банки, герметично закрывающиеся. Видите, тут довольно прилично-то лапши. Здесь можно человек 5-6 накормить. Это так кажется, что вроде как, ну что там, две пригоршни. А вот вы сварите, она еще набухнет, там юхоу будет. Поэтому приятного аппетита. Обязательно попробуйте все мои советы, хоть вы их и не просили. Используйте их по своему усмотрению. Добавляйте, отнимайте, используйте свой жизненный опыт. Ну и, соответственно, приятного аппетита, дорогие друзья. Лапши вам в дом, на стол и в кастрюльку. Пока.